Валерий Курасович Вы сегодня слышали уже очень много историй. Все директора, которые выходили на сцену, рассказали свои истории, поделились с вами своим личным каким-то успехом. Но я многих директоров это знаю с самого начала, как развивался их бизнес. И я вам точно могу сказать, что успех у них получился не сразу. Вы знаете, в свое время Винстон Черчилль дал очень интересное определение успеху. Успех – это движение от неудачи к неудаче, без потери энтузиазма. Вы просто подумайте об этом. Когда я сегодня здесь сидел вот за этим столиком, я вспоминал, как все это начиналось. Еще пять лет назад я с трудом мог представить, что десятки, даже сотни таких историй вообще возможны. Почему так было? Просто тогда, пять лет назад, я опирался на свой опыт, который говорил мне, что два высших образования, которые я получил, ученая степень, работа в крупном энергетическом холдинге, потом дальше должности топ-менеджера в крупных федеральных сетях, не могут гарантировать вам вообще ничего. Все может закончиться в один момент, и это произошло со мной в 2013 году, когда я оказался без работы. Чему тогда меня научил этот опыт? Если мы работаем на кого-то, даже на очень хорошей должности, за очень большие деньги, все может измениться за один день. И тогда я для себя принял решение, что я буду искать такую деятельность, где мой результат будет зависеть только от меня. И такая возможность появилась. Один человек, которого я знал уже несколько лет, предложил мне такую возможность. Сегодня это президент компании Роман Василенко, за что я ему бездонно благодарен. И я тогда принял решение быть в компании Life is Good. Спустя всего один год я точно так же выходил на сцену первого конгресса компании. На тот момент в зале было всего тысячи человек, причем это была практически вся компания. Тогда на первом конгрессе, об этом сегодня говорил президент, вся компания за один месяц сделала товарооборот 30 тысяч единиц. Я тогда был первым директором. Я стоял здесь на этой сцене и думал, что 10-й карьерный уровень, 1 миллион единиц общего оборота, доход 100 тысяч евро в месяц, это нереально. По моим расчетам, а так как я учился очень хорошо, я прекрасно понимал, что любой классический бизнес растет темпами примерно 10-15% в год. И я тогда посчитал, что для достижения 10-го карьерного уровня мне понадобится 15-20 лет. На что мой мудрый руководитель всегда с роней мне говорил. Евгений, ты даже не представляешь, но все произойдет намного быстрее. Если честно, я в это вообще не верил. Вообще не верил, я просто продолжал делать свою работу. Спустя всего 3 года, 3 года, кстати, прошло вот в этом году здесь, на этом конгрессе, здесь в галлопортере сидит 15 моих директоров. 15! До 10-го уровня мне осталось совсем чуть-чуть. Товарооборот всей моей команды в декабре этого года составил 65 тысяч единиц. Мой чек сегодня приближается к 2 миллионам евро. Три года работы. За все изменения в моей жизни я прежде всего благодарю одного человека, который когда-то, 5 лет назад, увидел во мне этот потенциал, который воодушевлял меня все эти годы и своим личным примером показывал, как нужно делать этот бизнес. На сегодняшний день это президент компании Роман Василенко. Спасибо большое. Если сегодня у многих новичков, которые сейчас сидят в зале, еще нету такого опыта, то просто опираясь на опыт тех спикеров, которые сегодня были на этой сцене, вы уже здесь сегодня можете поставить перед собой самые амбициозные цели. Многие у меня спрашивают, а в чем вообще секрет успеха? От себя лично я могу сказать, что у успеха нет секретов. У успеха есть цена. Каждый директор, который сегодня достиг успеха, я вам точно могу сказать, заплатил свою цену. И первое, это, конечно же, время. Нам очень часто говорят, что мы редко бываем дома, ездим по городам, по разным странам, проводим презентации, семинары, и зачастую нашим близким, родным действительно не хватает нашего времени. Но если вы сегодня спросите у любого директора, хотели бы они сегодня вернуться в ту прошлую, в свою жизнь, когда, да, у них было бы, может быть, больше времени, когда бы они ходили на свою любимую работу, я уверен, что каждый директор точно не захочет. Почему? Потому что мы сегодня прекрасно понимаем, что инвестируя, тратя больше времени сегодня, в дальнейшем у нас будут совершенно другие возможности и другое качество жизни для наших семей. Знаете, вот я сейчас смотрю в зал и вижу некоторые лица своих людей, наверное, своих партнеров, и вспоминаю, как они пришли в этот бизнес. Это очень интересные истории, которые могут быть очень показательными. Я вспоминаю, как две девушки, они сидят сейчас вот в этой премиум-зоне, несколько лет назад приехали на свой семинар в Ростове, у них не было денег вообще. Они заняли в долг, причем под какие-то большие проценты. Приехали на семинар, жили в каком-то хостеле, у них не было денег на обратную дорогу. Но что меня тогда удивило? После лекции президента они где-то нашли 2000 рублей. Как вы думаете, что они с ними сделали? Они купили два еженедельника компании Life is Good, подошли к президенту и получили его автограф. Сегодня это без пяти минут директора компании. Один молодой человек несколько лет назад пришел в этот бизнес и настолько сильно в него поверил, что имея семью троих детей, он уволился с работы, продал свою единственную квартиру для того, чтобы вступить в жилищный кооператив Bestway. Сегодня это профессиональный спикер. Это человек, который живет в просторной трехкомнатной квартире, которую приобрел через наш кооператив и строит успешный бизнес. Одна дама, она сейчас находится вот в этой зоне, предпенсионного возраста, инвалид по зрению четыре года назад, уже сегодня. Это успешная бизнес-леди, которая купила дом через жилищный кооператив стоимостью 20 миллионов рублей, но так как дом находился за городом и нужно было добираться до офиса, ей пришлось купить маленький автомобиль Toyota Land Cruiser. Но так как в силу своего здоровья она не могла водить в эту машину, ей пришлось взять водителя. Затем столиком сидит. Одна молодая девушка, она сегодня была здесь на этой сцене, знаете, такая большая умничка, красотка, комсомолка, спортсменка, как говорят. Когда три года назад, четыре года назад она пришла в этот бизнес, она кандидат наук, она была очень умная, она параллельно вела несколько бизнесов, консультировала многие компании, но парадокс в том, что у нее был большой опыт, но не было денег. Ее даже за границу не выпускали. сегодня это уже директор компании, которая решила многие финансовые задачи и вместе с компанией открыла для себя возможности путешествия в разные страны. по сути, я думаю, от скуки пришла в этот бизнес. Играющий сделала карьеру директора, вот тоже где-то сидит. И уже сегодня, вот машет ручка, находится в галлопортере. О чем все эти истории? Просто эти люди какое-то время назад пришли в этот бизнес и очень сильно захотели изменить свою жизнь. Вот и все. Если задуматься, что сегодня их отличает от всех сидящих в этом зале, по большому счету, только время. Просто эти люди уже несколько лет на 100% в этом бизнесе. Только ваше жгучее желание, уверенность в себе позволит вам осуществить все ваши мечты. Спасибо.